Золотые медали межрегионального турнира «Финоугория» матч регби уехали в Мариэл. Сыктывкарские регбисты лишь на четвертом месте. Уникальные для нашей республики соревнования прошли на главной арене Коми и вызвали неподдельный интерес у многих любителей спорта. Евгения Кладкевич узнала, что такое регби. Если вы совсем не знакомы с регби, впервые пришли на стадион или смотрите игру по телевизору, первым любительским взглядом можно заметить, что регби очень похоже на футбол. Все происходит на поле, игроки бегают с мячом, только вот играют они не ногами, а руками. Хулиганская игра для настоящих джентльменов или же зверский спорт. Определений у регби много, и почти каждая подчеркивает его главную особенность – агрессивность игры. В Коми регби развивается с 2019-го. Первые соревнования проходили между студентами, а сегодня республика принимает межрегиональное первенство «Финоугория» матч регби, которое объединило десятки команд. Произошла коллаборация дружбы в большом масштабе, вот и решили сделать у нас хороший турнир межрегиональный. Плюс идея «Финоугория» турнир у нас был еще на совещании в декабре между нами и Республикой Мариэл, которые также являются соорганизаторами. Поэтому так произошло, что мы, конечно, хотели еще в прошлом году, но пандемия нам немножко сместила планы. В первом туре сразились юношеские команды из Коми, Южкоролы, Чебоксар и сборная Мариэл. Регби – это спорт, регби – это жизнь, это очень хорошо. А почему, кстати, ты любишь регби? Как давно занимаешься? Около четырех лет мне это очень нравится, это очень интересная игра, тактика. Физуху тоже подкачивает. Тренер команды из Коми Андрей Дворников подчеркивает, регби действительно полезно для молодого поколения. Кроме физических данных, подростки совершенствуют дисциплину. Мы всем детям купили капы, щитки на ногах, если кому-то надо. То есть в этом плане травмы серьезные, исключены. Регби – он вид контактный такой и больше привлекает. Внимание – это постоянно в движении, постоянно в каком-то соприкосновении с другими игроками. Сборная Мариэл заняла на турнире первое место. На втором – Чебоксарский молот. У южкоролинского красного города – бронза. В Сыктывкарце лишь четвертые. Ребята обещают подтянуться и взять реванш во втором туре, который пройдет в Южкороле.